Теперь создадим шаблон для главной страницы. Для начала перенесем статичные файлы на наш сервер. Для этого создадим архив. И перенесем файл через ftp или ssh. Теперь на сервере перенесем файл в нашу папку с проектом. Теперь перейдем в папку с проектом. И распакуем наш архив. Если зайти на вкладку файлы и обновить, то мы увидим наши файлы. Также удалим архив. Теперь перейдем к созданию шаблона главной страницы. Для этого зайдем в элементы, шаблоны, начальный шаблон. Здесь удаляем все лишнее. Теперь открываем html-версию нашего шаблона. И переносим ее в mdx. Эти стандартные три строчки также перенесем на шаблон. И удалим лишнее. Сохраняем страницу и видим наш шаблон. Взглянув на эти три строчки, у вас может возникнуть вопрос «А что это такое вообще?» Это системные перемены. Например, page title означает название текущего ресурса. Например, для главной страницы page title будет равен главное. Site name – это имя сайта, которое мы заполняли в прошлом уроке в разделе настройки. Site URL – это адрес сайта. И вообще эта строчка нужна для того, чтобы стили отрабатывались корректно. Если ее удалить или закомментировать, то при создании новой страницы стили могут пропасть. Потому что путь будет указан неверно. Модекс чарсет – это кодировка. В нашем шаблоне есть части, которые повторяются на каждой странице. Например, это шапка. Или футер. Для того, чтобы их можно было изменять из одного места и подключать в любое место сайта, воспользуемся чанками. Для этого создадим новую категорию – взаимые шаблоны. Для начала перенесем внутренности TK Head. Для этого выделим необходимый фрагмент. Вырежем его. Нажмем правой кнопкой на чанке. Выберем быстро создать чанк. Ну, чанк назовем Head. И в код чанк вставим нашу область. Теперь, если мы зайдем на сайт, то увидим то, что все стили не подключены. Для того, чтобы подключить наш чанк, воспользуемся следующей конструкцией. Двойные квадратные кавычки, знак доллара и название чанка. Как мы видим, чанк успешно подключился. Также перенесем чанк Head в папку шаблон. Для этого в качестве категории укажем шаблон. Теперь, если обновить, то чанк Head находится в категории шаблон. Также поступаем со остальными участками кода. Например, это наша шапка. Вырезаем ее и вместо нее указываем чанк Head. Теперь создадим текущий чанк. Тоже самое сделаем с футером и скриптами. Продолжение следует... Теперь проверим, что все корректно подключилось. Как мы видим, все подключилось правильно. На этом создание главного шаблона завершено. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...